Мы на наших каналах много обсуждали наметившуюся большую политическую интригу о том, что молодой коммунист из Саратова Николай Бондаренко может на предстоящих выборах Госдумы стать соперником ее теперь получается уже бывшего спикера Вячеслава Володина. История была более чем впечатляющей, особенно на фоне того, что Николай Бондаренко заявил, что его, для того, чтобы он не стал соперником Володина, хотят посадить в тюрьму. А дальше вдруг возник Володин и сделал красивый жест. Он заявил, что готов стать соперником Николая Бондаренко на выборах и принимает его вызов. И вот, похоже, финал этой громкой истории. Правда, информацию об этом я нашел пока только на канале Андрея Караула. Ролик называется «Почему Зюганов уступил дорогу Володину?» И его там легко посмотреть. Суть проста. На прошедшем съезде Капарев Николая Бондаренко выдвинут к Госдуму. Но он выдвинут не по тому округу, по которому выдвинулся Вячеслав Володин, а по другому округу. Ответственность за это Андрей Караула посложил на Геннадия Зюганова. Вот как он об этом сказал. Так вот, никогда оппозиционер Зюганов, оппозиционера Бондаренко в округе в одном, чтобы они соперниками стали, в одномандатном не оставит. И Андрей Караулов сказал очень много нелицеприятных слов о Геннадии Зюганове. Прямо подчеркнул, что не считает его оппозиционером. Также он сказал, что договорился с Николаем Бондаренко об интервью и в ближайшее время тема того, что он не стал соперником Володина, будет раскрыта более детально. Что ж, подождем. Интересно также, как поведет себя Володин. Он, помнится, утверждал, что он будет требовать от КПРФ, чтобы та сделала его соперником на выборах Николая Бондаренко. Впрочем, ясно, что ответственность за то, что Николай Бондаренко не стал соперником Володина, лежит не только на Зюганове. Она, безусловно, лежит на КПРФ в целом. И прежде всего на ее съезде. Решение, в конце концов, принимали делегаты съезда. И это, на мой взгляд, доказывает, что уважающим себя людям нельзя считать КПРФ коммунистической партией. Я уже не раз говорил, что не считаю КПРФ коммунистической партией и объяснял, почему. КПРФ продолжает игнорировать положение Маркса, Энгельса и Ленина о политаризме, или, как они его называли, об азиатском способе производства, АСП. И тем самым способствует тому, чтобы в Российской Федерации полным хозяином положения оставался паразитический класс номенклатуры. Также, как он был полным хозяином положения и в Советском Союзе. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной доставке. И думаю, данный эпизод очень хорошо показывает, что чиновники от КПРФ продолжают оставаться частью номенклатуры. И именно поэтому и не хотят задевать ее интересы. Ясно, что интересам номенклатуры отвечают, чтобы Вячеслав Володин прошел Госдуму. Кстати, то же самое, но только другими словами сказал в указанном ролике Андрей Каравов. Сегодня многие называют КПРФ соглашательской партией, но думаю, это неправильно. КПРФ не соглашательская партия, а она вообще не партия. Она всего лишь одна из ширм номенклатурной системы, которая как царила в царской России по Ленину, как восстановилась и начала царить в Советском Союзе благодаря Сталину, и как продолжает царить в Российской Федерации. Восстановление в Советском Союзе номенклатурной системы Владимир Ильич Ленин, кстати, называл Азиатской реставрацией. Естественно, он не мог этого знать, что номенклатурная система в Советском Союзе восстановится, но он предупреждал, что это очень большая опасность. И думаю, тут будет тема одна из цитат Ленина. Он подчеркивал, люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. И нашему народу нужно учиться, замечать за любыми обещаниями, действиями, заявлениями, интересы прежде всего паразитического класса номенклатуры. А я сегодня в нашей стране не вижу вообще ни одной антиноменклатурной партии. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!